Бруссельская капуста Бруссельская капуста названа незаменимым источником белка, содержание которого намного больше, чем у любой другой овощной культуры. А концентрация витамина С в ней превышает аналогичную белокочаной в три раза. На территории России этот сорт не отличается популярностью и выращивается отечественными аграриями крайне редко, в большинстве любителями. А в промышленном масштабе высадка культуры никогда не велась. Она отличается высокими, но своеобразными и даже специфическими вкусовыми качествами, что нравится далеко не всем в этом плане культура. Сильно отличается от привычной белокочанной. Также она кардинально отличается от других сортов, в части биологии роста, не свойственной ни одной из родственных бельгийской капусте овощных культур. Общая информация Брасика Али Россия Элвар Джоммифера является обособленной разновидностью капусты, широко выращивающейся в странах Западной Европы. Как явствует из названия родины ее признана Бельгия. По поводу принадлежности к наиболее развитой из стран Бенилюкса сомнений ни у кого не возникает. Бруссельская капуста Вот является ли местом ее появления столицы ЕС Брюссель. Вопрос во многом спорный, как и время, когда это произошло. По официальной версии, данный сорт вывели средневековые барабанские селекционеры еще 13 в. Но документально это ничем не подтверждено. Вероятнее всего, случилось это значительно позже. Во всяком случае, за пределами Бельгии, выращивание брюссельской капусты началось только в конце 17 в. В Европе этот овощ пользуется немалой популярностью, каждый бельгиец знает, за что. Прежде всего, за высокое содержание витаминов, минеральных солей, оказывающих благотворное влияние на человеческий организм. Концентрация белка в ней такова, что по питательности овощный суп сравним с куриным бульоном. Дополнительная информация. Культура в полном объеме сохраняет вкусовые качества энергетической ценности большинства полезных веществ и после замораживания, размораживания. Больше 70% брюссельской капусты подлежит глубокой заморозке сразу после сбора урожая. Брюссельская капуста относится к двухлетним перекрестно опыляющимся растениям по ряду признаков отличающимся от всех остальных сортов. Первый год она похожа на дикорастущую, с толстым стеблем, цилиндрической формы, от 20 до 60 сантиметров высотой и небольшими листьями на слаборазвитых чашечках от 15 до 32 сантиметров длиной. К моменту созревания в лазухах между листьями образовываются плоды, миниатюрные качанчики, величиной, со средний грецкий орех, до 20 грамм. По весу, в количестве от 40 до 60 штук. На второй год растение начинает выбрасывать в стебли длину больше 1 метра, где образуются и соцветия, и крохотные головки. Выращивание этого сорта капуста несколько отличается от остальных требует рассмотреть весь пошаговый процесс детально. Агротехника. Подготовка участка. Подготовка почвы для посадки проводится с осени. Грум подкармливается минеральными удобрениями из расчета 30 килограмм перегноя на 1 квадратный метр. На зиму он остается открытым воздействием снежного покрова и обветривания с разрыхлением весной на небольшую глубину в пределах. 3-5 сантиметров и добавлением рыбного удобрения с высоким содержанием фосфора 120 грамм. На 1 квадратный метр. Засевание первой всходы брюссельской капусты. Семена культуры засевают на отдельном участке, в зависимости от погодных условий. В период со второй половины марта до начала апреля. Для этого делают небольшие бороздки, глубиной 12-15 миллиметров, с соблюдением интервала не меньше 15 сантиметров. Засеянный участок накрывают пленкой, обеспечивая защиту на случай ночных заморозков и недопущения потери почвы и необходимого уровня влаги. Когда появятся первые всходы, их нужно проредить, чтобы между ростками сохранялось расстояние как минимум 5-7 сантиметров. Высадка рассады Посадка рассады брюссельской капусты в открытый грунт осуществляется в конце мая, начале уния, когда он прогреется. До плюс 12-140 растения достигнут высоту от 10 до 15 сантиметров. Расстояние между молодыми ростками должно составлять 80-90 сантиметров. Глубина ямок не менее 2,5-3 сантиметров так, чтобы нижние листочки оказались под землей. Сразу после высадки рассаду нужно обильно полить едва теплой водой. При неблагоприятных погодных условиях высаженные росточки потребуется закрепить на столбиках, пока они не укоренятся. Важно! Культура не любит высоких температур и в знойную погоду не завязывает качанчики, предпочитая прохладу. Подбирать время высадки нужно так, чтобы во время сбора урожая температура не превышала показатель плюс 200. Уход при выращивании в отличие от других сортов, в большинстве нетребовательных. Бруссельская капуста требует ухода. Описание общего Процесса выглядит следующим образом – молодые растения достаточно ранимы в первые дни после высадки в открытом грунте, а потому немалая. Количество их погибает в момент адаптации. На месте пропавших нужно досаживать новую рассаду. Капуста этого сорта не терпит сорняков и постоянно требует прополки, лишь только появятся сорняки. Параллельно с этим происходит взрыхление почвы, благодаря чему она насыщается азотом, отчего культура будет лучше расти и оставаться. Здоровый для культуры прополка – важная часть ухода, проводить ее нужно не меньше 6 раз в течение сезона. Нельзя допускать уплотнение почвы, это приводит к задержке роста, увеличивающимся выпадом, особенно если имеет место тяжелый состав грунта. Первое рыхление необходимо провести в первые дни после посадки рассады, в период от 3 до 5 дней, далее не меньше 1 раза в течение 2-3 недель. В отличие от других разновидностей, бельгийская капуста не нуждается в окучивании, наиболее крупные плоды формируются в нижней части стебля. Вне зависимости от состояния почвы, растения весь сезон нуждаются в откормках, это оказывает прямое влияние на размеры. Время созревания и качество качанщиков В основном для этих целей применяются жидкие виды удобрений, например птичий помет, разведенный водой, в консистенции час-10 минут. Осуществляется это в виде полива питательными смесями в достаточно большом объеме, под каждый из ростков не меньше 1-1,5 литра. В завершении сами растения нужно опрыскать чистой водой, попавшая на них подкормка может обжечь листья, кроме всего, брюссельской. В капусте важна влага, если выдастся знойное, засушливое лето, ее нужно будет поливать. В зависимости от состава почвы, орошение проводится от 2 до 5 раз за сезон, чем она беднее, тем больше культуре потребуется влаги. Сбор урожая Сбор урожая брюссельской капусты уборка начинается, когда качанчики достигнут полного созревания, в зависимости от скороспелости конкретного сорта. Это примерно то же время, что и для белокачанной капусты с августа по октябрь. Как минимум за неделю до этого со стеблей срывают все листья, делается это осторожно, чтобы не повредить плоды. Обратите внимание, если есть надобность сохранить бруссельскую капусту как можно дольше, срывает не каждый плод по отдельности, а срезает стебель у самой земли. Так, сохраняется ее польза, а сама она остается свежей как с грядки на протяжении 2-3 недель. Качанчики со стебля срывают по мере необходимости. Вредители брюссельской капусты и культура подвержены атаке тех же вредителей, что и другие сорта. Наиболее часто ее оккупируют белянка, весенняя муха, волнистая бложка, капустный листает, крестоцветная бложка, огневка, совка, медведка, рапсовый клоп, черная бложка, проволочник. Привычные методы борьбы с ними, профилактические работы, включая уничтожение сорняков и остатков растений после сбора урожая, глубокое вскапывание грунта. При обнаружении вредителей их яиц или личинок культуру необходимо обработать при помощи опрыскивания травяными настойками и отварами, мыльной водой или специальными химическими препаратами. Лучшие сорта, как и в случае с привычной для всех капустой, брусельская разделена на множество отдельных сортов, а те, в свою очередь, на категории скороспелости. Кроме этого, каждый из них имеет свою специфику, собственные характеристики и особенности. Красная брусельская капуста поиск лучшего среди них может занять много времени, поэтому стоит остановиться на самых признанных и популярных. Геркулес – один из лучших позднеспелых сортов, достигающих технической зрелости от 145 до 160 дней с момента первых всходов. Отличается высокой плотностью плодов, урожайность средняя – от 20 до 30 штук с одного стебля, диаметр качанчиков 3-5 см, масса – о пределах 10-12 грамм. Общая масса – до 0,6 килограмма. Отмечен за свои выдающиеся вкусовые качества, применяется в кулинарии для консервирования. Морозостойкий – выдерживает понижение температуры до минус 80, долми – один из немногих раннеспелых сортов, вегетационный период охватывает промежуток времени от 80 до 90 дней. Плотность плодов низкая, с непродолжительным сроком сохранности. Урожайность выше средней – от 40 до 60 плодов, массой – 9-17 грамм. Каждый общий вес – в среднем 0,6-0,8 килограмма. Применяется в употреблении исключительно в свежем или замороженном виде, отличается высокой энергетической ценностью. Холодостойкость низкая, от 0 до минус 20 кассио, является постнеспелым сортом, хотя заявлен как среднеспелый, что не соответствует действительности. Период созревания в пределах – 170-180 дней, с момента высадки на грядки. Отличительная черта – высокая урожайность культуры – от 60 до 70 качанчиков с растения, диаметром 2-3 сантиметра, средней массой – 10-11 грамм. Общий до 0,9 килограмма. Обладает хорошими вкусовыми качествами, потребляется в свежем виде. Морозостойкость до минус 80 сапфир относится к среднеспелым. Период созревания в пределах – 110-120 дней, с момента высадки в открытом грунте. Плотность качанчиков – среднее количество на стебле от 30 до 40 штук, диаметром 2-4 сантиметра. Масса каждого из них – в среднем 10-15 грамм. Общим весом в пределах – 0,5 килограмма. Особенность данного сорта – превосходные вкусовые качества, высокое содержание витаминов и питательных элементов. Морозостойкий – способен переносить понижение температуры до минус 50. Эксплорьер принадлежит к среднеспелым сортам. Вегетационный период Составляет от 105 до 115 дней с момента посадки на огороде. Плоды плотны. Урожайность выше средней – от 40 до 50 качанчиков на стебле, диаметром от 2,5 сантиметров, массой 9-14 грамм. Общий вес – в среднем 0,6-0,7 килограмма. Применяется в сыром, замороженном и переработанном виде, с отличными вкусовыми качествами. Относится к морозостойким культурам, выдерживает температуру от минус 2 до минус 50. Продолжение следует...